привет зритель спонсор показа этого ролика добрая зрительница лена спасибо леня и спасибо если будете смотреть этот ролик потому что в этом ролике вы узнаете шо это за чудо техники да но буквально сегодня доставилась хотя я рассчитывал что он придет чуть позже это на самом деле подарок на день рождения примерно так внезапно за месяц до дня рождения моего вот оно со всех сторон в общем вы узнаете что это за чудо техники я его покажу закрою коробочку все это на камеру вот и потом покажу как она в действии и вы поймете зрители надо ли вам такой погружной блендер или нет ручной блендер мулин x максимум мощности минимум усилий 10 скоростей 800 ватт максимум мощности минимум усилий потому что эффективный двигатель мощностью на 800 ватт защита от разбрызгивания готовьте с комфортом у меня теперь вообще практически все что нужно для кухни я такую штуку хотела не именно такую я думала про эту штуку но опустим я хочу сегодня сделать роликами на без всякой болтологии такой лишний стакан на 800 миллилитров общая емкость и он с делениями должен быть интуитивная регулировка скорости с подсветкой мне его проверили в днс да кстати цена товара 2 399 вчера он был по скидке сегодня он уже почти за 3 без рубля на озоне еще он все еще за 2 412 можете найти это если вам хочется такое я знаю кому-то из вас обязательно захочется возможность менять скорость без остановки то бишь вот так вот держим меняем такс мягкое покрытие ручки для максимального контроля даже мокрых руках эффективный двигатель мощностью на 800 ватт и снова защита от разбрызгивания подставку и насадки можно мыть в посудомоечной машине вот так посудомоечной машины у меня нету не знаю к счастью или не к счастью мне как-то и без нее нормально может конечно и можно там куда-то впихнуть на мою кухню но ей представляю как сделан это у нас в китае модель это у нас от 0 7 2016 года но я посмотрела очень много всяких моделей вот буквально сегодня ее привезли я поняла вдруг что сегодня у нас старый новый год у меня тут прям подарок на старый новый год который как бы на день рождения вот такая кстати коробочка вот она вот так вот подниму к я это повыше вот так она тут стоит разделено картонкой сейчас я это достану здесь у нас насадка мне нужно было исключительно блендер за определенную но знаете как можно купить за 2 400 с кучей всяких насадок и не факт что ну вот какое то тут такое а можно купить и считать что ты за такую сумму ну там у кого-то нас на оценка у кого-то еще что-то плюс-минус блендер который просто блендер погружной который вот именно с этой вот штучка которая так мечтала после того как у меня моя перестала быть более-менее острой вообще уехала от меня куда подальше на временное теперь на постоянное пользование короче говоря вот блендер просто блендер вот с этой остренькой штучкой это нормальная цена 2 400 если вы видите за 2 400 там куча насадок берите не за 2 400 короче мулинекс вот тут он вставляется вот тут у нас я не буду его пальцем трогать потому что он даже видно что он острый тут у нас эти штуки от разбрызгивания на самом деле не представляю так это вот штука от разбрызгивания но вот это сталь кстати круто когда вот эта сталь потому что ну пластик он такой не очень надежный в такой штуке все-таки лучше сталь хотя вот мой советский миксер с насадкой блендера именно был из пластика но там такой советский пластик был слушайте он так звенит блендеры миксеры кухонные погружные электрические мулинекс dd 650 ну вообще 65 и тут четыре цифры это уже модификация на выбор там можно найти с кучей насадок похожий блендер можно найти ну смысле там измельчить допустим с коробочкой такой потом этот венчик можно найти с четырьмя ножичками такой четверной ножичек можно найти с шестью ножичками я не видела на самом деле но мы с ним поняли что друг друга хотим так а где x любая буква от 0 до 9 и или буква от а до z z это которая изготовлена китая для холдинга франц групп сэбл я даже не знала что мулинекс это франция изначально сегодня вот узнала ну и тут всякая такая хренатенька срок службы изделия два года даты продажи в условиях эксплуатации хранения при температуре от 0 до 40 и еще такая фишка именно на эти блендеры в течение десяти лет вы можете найти запчасти по куче кучи всяких тех центров тут у нас бумажка на русском на украинском и видимо на казахском инструкция по применению и вот на другой на попке скажем так русский у нас 4 по 11 страничке и тут куча куча всего тут как раз показаны эти разные модификации но у нас первое только тут турборежим 20 секунд один килограмм 15 год пол литра 20 секунд пол литра и 20 секунд 500 грамм это вот видимо всякие разновидности ну можно полистать эту книжечку короче довольно такая хорошая инструкция по применению я ее прочитаю перед тем как продолжить обзор писать обзор в действии нашего товарища вот здесь у нас основная часть я всегда боялась что эти 800 грамм это такая невыносимая тяжесть но видимо скалка мне помогла в свое время в общем вот она у нас сделано в китае 220 240 вольт 20 50 герц 800 ватт dd 65 0 8 32 дробь 870 800 ватт мулин x quick chef тут у нас кнопка turbo и кнопка вкл выкл и еще у нас вот здесь вот можно покрутить ее она вот крутится у нас когда втыкаете в сеть она загорится голубым цветом на самом деле это все покажу и так практически до щелчка вот такая вот сейчас подальше отодвину чтобы вот так вот такая замечательная штука у меня есть теперь благодаря спонсору показа зрительница ленге и возможно такая же штука будет у вас если вам нужен погружной блендер если ваши нужды нуждаются потому что не все вот продукты можно и удобно в блендере стационарном взблендеривать не все она подходит и не на все не на все подходит измельчитель и не всегда комфортно пользоваться мясорубкой и иногда действительно нужна вот это вот волшебная палка с ножичком которая у советского миксера мария была как блендерная насадка или же отдельно просто блендер погружной блендер без всякой требухи вообще шикарная вещь это именно то что нужно вам люди кстати вот смотрите я сняла пакетик может быть я его недостаточно видно сняла в общем вот у нас пакетик в пакетике стаканчик на 800 миллилитров стаканчики чтобы мягко было сидеть наши ножки с ножичком пока она едет ко мне или к вам или в магазин вот такая вот штуковина поролон не поролон кто знает дайте знать в комментах может по ней можно как-то пошуршать так я по ней пошуршу потом в каком-нибудь асмр и вот у нас такой замечательный стаканчик где у нас миллилитры 600 500 400 300 200 100 и другой стороны 5 10 15 20 я так понимаю ОЗ это это что-то другое кто помнит что такое ОЗ без посылания меня в поисковик дайте в комменты знать в общем замечательный стаканчик очень удобно действительно можно поставить у меня вот у ближних родственников есть это посудомойка я вижу видела как это все делается можно поставить посудомойку и будет вам счастье если у вас она есть а можно не ставить посудомойку и вымыть самим если вы любите мыть посуду как я вообще я заметила что что я раньше любила гладить но что-то давно этим не страдают вот вот такое вот счастье вот так я покажу потому что я сижу довольно близко практически лицо и экран но верхнюю полочку сзади меня все же видно если бы я сидела еще ближе мне бы пришлось совсем отодвигаться чтобы это счастье показать в таком вот виде совершенно не тяжелый я скажем так в какой-то период жизни может месяц назад когда думала надо мне не надо надо мне не надо попыталась в руку взять одну штуку вот такую штуку только без насадки такая тяжеленная была я не помню фирму какая-то допотопная вообще ну хорошая фирма но допотопная штука а это всего лишь вместе вот с этим всем 800 грамм действительно удобно держать можно вот так вот взять и нажать на кнопочку можно даже вторым пальчиком нажать на турбо режим а другой рукой при случае провернуть так как вам надо но я с вами еще не прощаюсь это первая часть обзора это первая часть обзора посвященная просто достань меня из коробочки собери и покажи людям Лёля вот коробочка еще раз и вот штучка и вот стаканчик вот здесь у меня уже стоит сваренный финик скажем так это своего рода должно было быть финиковым хиропом финиковой массой или еще с чем то таким но как то у меня не сложилось а поэтому оно очень требовало однородного смешания смешание сейчас я с руками но без головы но с голосом продемонстрирую и сама узнаю вы увидите кстати у нас тут шнур ленточкой можно сказать перевязан но обычно так и делается не ленточка это конечно ни разу инструкция такая интересная я так поняла что с этой компанией в свое время очень много людей судилось которые давали детям это поиграть если решитесь купить именно этот блендер погружной именно от этой фирмы то я вам гарантирую веселых и офигевающих моментов в период чтения инструкции по применению мы втыкаем это счастье в розеточку а теперь мы аккуратненько вот видите оно сразу загорелось вот синеньким цветом загорелось подсветка и здесь у нас вот такая стрелочка ее крутите на двоечку между ними троечка четверочка и так до десятки но я думаю мы сначала попробуем на первой скорости на ровную поверхность погружаем так опустил руку теперь на турборежим кстати не более 20 секунд это все делается но и на какие-то продукты 15 секунд это именно на турборежиме я так понимаю турборежим это все 10 скоростей у нас и на него просто надо нажать одну клавишу я сначала думала что надо сразу на две но вспомнила что делал продавец когда это демонстрировал теперь мы попробуем на двойку просто на скорость на тройку масса такая у меня тут слегка густенькая очень удобно нажимать довольно легко на четверку на пятерку на пятерку оно уже вообще стало именно той консистенции как надо еще на турборежиме на самом деле на шестерку я думаю сюда мне надо немножко добавить водички вот я водички добавила правда без включения камеры снова втыкаю его обратно и у нас сейчас пойдет шестерка да советуется не превышать вот эту вот отметочку тут у нас миллилитры томоз ну в общем не более 700 миллилитров потому что если там жидкость то она выпрыснется если не совсем жидкость и в жидкости что-то станет чуть побольше по объему то тоже может выпрыснуться ну и советуется при возможности иногда вот прикрывать рукой но на самом деле вот здесь пока в принципе ничего не выпрыскается до такой степени водички я налила потому что ну очень густо на самом деле это все этот финик вот он слегка выпрыскивается если доставать его даже без движения поэтому я как-то тут рукой прикрою временно шестерка семерка восьмерка в самом деле можно и дольше держать 9 и последняя десятая скорость я думаю в кастрюле это будет несколько удобнее и допустим если вы не будете при этом это все делать на камеру показательно то рукой одной держать другой крутить тоже хорошо можно допустим вот так поменять там либо лево либо правой сейчас у меня добавила воды ну как бы вообще идеальной консистенции стала плюс еще чуть-чуть вот сбить и все совсем будет нормально и на самом деле там очень вообще все написано что допустим если вы делаете морковку то надо добавить водички короче твердые продукты обязательно должны быть с водой сначала водичку полейте потом твердый продукт положите примерно как в чашу погружу этого стационарного блендера ну а если будете делать суп который уже сварился и погрузите вот эту палочку то исключительно стаймя нельзя ее наклонять вот так что ж последняя скорость десятая вот так вернемся мы я думаю на четверку вот такой вот части выходит вытыкать вытыкать исключительно держа за ручечку за эту вытаскивать ну и я думаю сейчас можно как бы я ее сниму аккуратненько провод не должен свисать со стола по инструкции все люди и вот такое вот все тем на самом деле у меня тут еще кот кстати есть но возможно его не очень видно но я попробую возможно его и показать хотя он там на стульке сидит вообще лежит поближе подъедем мы с камерой со штативом еще поближе вообще я понимаю что можно было бы приблизить но вот очень все классно именно пюрешная консистенция именно так как мне надо теперь я смогу спокойно сделать не только орехово-фруктовые конфеты из сухофруктов там да с финиками как составляющая вместо сахара или меда или еще чего то ну и что то еще или просто с чаем это попить в общем всем спасибо за просмотр надеюсь вы захотите эту штуку приобрести еще раз спасибо спонсору показа ролика Лене да котик котик бонусом ну и всем пока